Слушай, а фурии это только типы, которые пользуются в туз и стесняются в нежке или есть настоящие шизы, которым нравится таскать костюм лисы? Нет, фурии им принципиально нравится таскать костюм лисы, это как бы основное. Те из них, у кого нету фурсюта, у них нет денег на фурсют. Основное, что можно сказать про фурии, это то, что их прежде всего определяет их фиксация на антропоморфных животных, по типу как в мультиках. Ярчайший, наверное, пример такого мультика это мультик про Робин Гуда, где он лиса. То есть и фурии по большей части угорают вот по такому. То есть антропоморфные животные, как в старых мультиках. Ну не как в мультиках про Микки Мауса, где там Гуфи, Микки Маус, Дональд Дак и так далее. А вот мультики по типу, ну так про Робин Гуда сказал уже, ничего на ум не приходит. Ну таких много, понимаете о чем я говорю. Ну вот этот мультик про еврейскую мышь, которая с семьей приехала в Америку, забыл как называться. Еще мультик опять-таки про мышь, которая пытается из лаборатории, по-моему, то ли дочь свою спасти, то ли что-то в этом роде. Тоже Дон Блуд, по-моему, делал. Тоже не помню как назывался. Из современного, Зверополис, конечно, это как бы парадигмальный пример, как бы, фури хури. Меня чувак пригласил сходить на ночь музыки в ЕКБ, а он пришел в фурсюте и пытался меня развести на гейс. Подсаживался поближе, постоянно пытался за руку взять, я убежал по итогу. Адекватных фури я не видел, у меня такой экспириенс всегда был в голове. А, ни в коем случае не гугли видосы интернет-хистория на тему того, как фури и коны происходили в США. И почему фури забанены в любом конференц-зале почти любого отеля, по крайней мере, в штате Вашингтон. Как думаешь, они просто странные? Кто фури? Да. Литл Стюарт. Не Литл Стюарт, а Стюарт Литл. Литл – это фамилия. Так, стоп, нахуй, эти костюмы пользуются спросом, есть возможность заработать на устно-отстрах. Лавруль, ты впервые слышишь, что на фурях можно заколачивать огромные деньги? Чел, ты не представляешь, сколько среди фурей реально богатых и влиятельных людей. То есть, даже не просто на изготовление фурсютов можно охотно поднимать по деньгам. Можно просто рисовать кринжовые, блядь, арты на заказ для фурей. Они готовы, блядь, за картинку платить, блядь, по косарю долларов. То есть, я просто знал художников, которые рисовали партнеры для фурей. То есть, это как бы, ну, ментально тебя очень сильно счухивает, как бы, со временем, если ты сам не такой, да? Но денег в этом реально много. Особенно, если человек уже чем-то подобным занят, да? То есть, он натыкается на эту нишу и такой, блядь, золотая жива, пиздец. Видел-то одного адекватного фури в чатру лезли? Да, да. Как дорого стоят фури комиксы? До хрена не стоят, там пиздецовые цифры на самом деле. Как бы, я, понимаешь, чем делал? Там настолько неожиданно большие цифры, что я даже их вспомнить не могу, потому что у меня любые воспоминания кажутся как, как бы, кажутся ложными воспоминаниями. Слушай, я такой, блядь, где там 4 тысячи долларов, блядь, за какую-то картинку, блядь. Ну, вот там на заказ просто детальная картинка. Как бы, для чувака, у которого полно лишних денег, и он очень хочет подрабатывать на этих антропоморфных животных. Ему нужна именно вот такая картинка. Он просто тысячами вью-то долларов блядь. Почему фури одни? Эй, почему нет фурии и стрейтов? Есть, есть стрейт фури. Но, как правило, если у человека есть какая-то одна девиация, то, ну, беда не приходит одна. Как говорится. Я думал, они просто геи, о котором нужны костюмы, чтобы скрывать свою внешку. Не-не-не-не. Господи, чем я занимаюсь? А вот. Главное не гуглить топовые аккаунты на OnlyFans. На Патреоне их же забанили, насколько я понимаю. Наверное, не знаю. Один из самых крупных сайтов, которые сливают Патреон-контент, называется Kemono, что означает «животное» на японском. Фури реально рулят по-хуй и влиятельно медики. Наемники база. Лохи есть в любой отрасли. Есть чела, которые фури дурь рисуют за копейки, потому что им, типа, самим нравится. Но да, в среднем там дохуй больше бабок. Да-да-да.